Всем привет дорогие друзья, с вами Бонни Сакур и мы сегодня будем строить, то есть у нас будет строительная серия. Что мы будем делать? Мы будем делать вот такой вот пирс, как вы видите на данной фотографии. Но не обычный пирс, мы сделаем его с зоны отдыха, как показано вот на этой фотографии. Попробуем что-нибудь изобразить в виде круга, но не в виде квадрата, потому что квадраты это у нас уже как бы банально. Итак, поехали, значит, что нам для этого потребуется? Сделал здесь заметку себе, где идет нормальный берег, потому что там, где глубоко, это будет все проблематично делать. В первую очередь мы должны поставить лестницу, которую у нас будет поднимать на сам этот пирс. И дальше поехали, значит, строим фундаменты. Конечно, они сразу у нас не будут прогружаться, это обычно, но это вообще меня нисколько не накаляет, так что все в порядке. Сделаем его по длине, ну скажем, вот так. Я думаю, в принципе, этого будет достаточно. Итак, что у нас подразумевает под собой пирс? То есть он есть открытый вариант, как сейчас, да? Но мы сделаем его огороженным, то есть с перилами, чтобы люди не вываливались, правильно? На эту зону, в принципе, можно было бы наложить ПВЕ, триггер, да? То есть, чтобы там людей у нас не убивали. Ну вот, но это как бы уже администратором решать. Вы можете строить, это, наверное, больше для администраторов, тех, кто хочет разнообразить свой сервер и как-то что-то интересное построить. Поэтому для обычных людей, я думаю, это вообще не надо. Никто этим заниматься-то и не будет, на самом деле. Дальше мы строим круг. Вот такой вот круг. Дальше нам нужны опять фундаменты. И устанавливаем вот так вот, чтобы у нас был полностью завершенный круг. Больше круга не построить, к сожалению, потому что не хватает, скажем так, деталей. Сюда тоже вот устанавливаем, но, видите, нам уже мешает забор, поэтому один забор придется убрать, чтобы завершить наш круг. Так, дальше шестерка, это у меня лук. Все, вот, у нас готово это все дело. Дальше, учитывая сейчасшнюю действующую систему строительства, то дальше у нас идет один сплошной геморр с установкой крыши. Например, я устанавливаю пилары, да, вот так вот, да, и вот здесь устанавливаю пилары, чтобы мы могли поставить крышу на пилары. Но этого нам не позволят почему-то, по какой-то причине. То есть, вот я смотрю, как бы я ни смотрел, не получается установить крышу на эти пилары. Поэтому она устанавливается только на стены. Нам нужны вот здесь вот, нет, нам не нужны здесь пилары, поэтому мы их сейчас уберем. Здесь нам нужны будут стены. И по кругу мы должны с вами установить сейчас пилары, чтобы у нас было, скажем так, все дизайнерски. Потому что они на самом деле играют большую роль. И скорее всего нужно... Нет. Оставим так. Так, дальше мы должны, значит, установить стены. Устанавливаем стены. Установили. Вот у нас получился вот такой вот круг из стен. Дальше мы должны установить с вами крышу. Так, подожди. Вот, по-моему, я уже неправильно начал делать. Ну-ка, поставится у нас вот сюда. Нет, у сломал. Мне нужно обязательно поребрик. Иди сюда, поребрик. Да, устанавливается. Все, слава богу, все хорошо. Кстати говоря, их можно было... А, нет, заранее их не проставишь, потому что у нас стены стоят. Так, ладно, значит, это все дело надо опять снести. И установить сюда именно стены. Так, устанавливаем стены. И устанавливаем сейчас крышу. Крыша, иди сюда. Вот, видите, она начинает устанавливаться. Только вот ее надо поймать вот прям, чтобы все было хорошо. Ее, вот этот пирс, зону отдыха, не надо делать в камень, там, в железо. Потому что это уже будет выглядеть отвратительно. А не красиво. Мы делаем именно, чтобы все было красиво. Так, и вот сюда вот крышу мы ставим. Вот так вот. У нас вот получился вот такой вот круг вверху, да? И у нас не получится поставить здесь крышу. То есть, если я установлю крышу. Вот так вот, да? Вот так вот, то здесь уже никак ее не установить. Поэтому нам придется это дело заделывать потолком. И вы увидите довольно-таки неприятный баг с этим делом. Да, я являюсь администратором сервера, поэтому я летаю. Сейчас мы это дело все сносим, да? И устанавливаем потолок. Но это довольно-таки будет паршиво выглядеть. Надеюсь, что, кстати говоря, с новым обновлением этот баг нам исправит. Итак, где у нас этот фундамент? Это у нас потолок. Вот, смотрите, я его устанавливаю, да? Как-то все зашибись, все красиво. Так. Не надо вот так вот мерцать. Что ты делаешь? Сейчас. Вот так. Вот так. Сейчас вот он. Ставим. О, все, готово, да? И теперь я попадаю вниз и посмотрите. То есть нет нижнего полигона, нету текстуры снизу потолка. Причем обычного потолка. Так. Дальше. Сейчас мы поставим на крафт. Где у нас киянк? Киянк всегда сверху была. Алло. Вот она. Так. И вместо лука ее поставим. Здесь нам надо будет усовершенствовать до дерева. Тогда это будет смотреться реально эпично. Это нисколько не повредит внешнему виду нашей зоны отдыха. Так. И вот так, да? И теперь смотрите. Сейчас. Спустимся с небес на землю. Вы посмотрите, как это круто смотрится. Следующие наши шаги. Здесь у нас должен идти вход. Сейчас мы с вами его установим. Так. Вход. Вот он. Так. И теперь мы выносим вот эти все стены. Потому что мы установили потолок. Но, кстати говоря. Нет, эта конструкция должна висеть в воздухе. То есть она не должна обвалиться. Но если обвалиться, то придется заново ее восстанавливать. Но здесь у нас за счет пиларов должно все это удерживаться. То есть, по идее, если мы вот здесь вот... Мы должны по строительству, да, поставить вот здесь пилары. Чтобы у нас ничего не обрушилось. Но ради дизайна этого ставить не надо. Иначе это будет долго все смотреть. Так. Все это дело выносим. Осталось буквально чуть-чуть. Все. Готово. В принципе, да, вот так вот смотришь. И получается, ну, как-то не очень с этим дверным проемом. Поэтому мы сейчас все это все осмотрим, когда сделаем вот так вот. То есть установим заборчик. Вот. Вот так вот у нас получилось, да? Вроде бы все как красиво. Теперь давайте посмотрим... Нет, это смотрится убого. Поэтому я это дело все успешно выношу. И учитывая, что я не поставил здесь пилар, да, то надо... Ну, это выглядит как будто дыра какая-то, правда? Поэтому мы сейчас установим сюда еще и пилары. Так. А, понятно, надо еще выносить. Окей. Нет проблем. Так. И вот так. Во! Вот теперь у нас получилось очень даже неплохо. И обратите внимание, да, мы убрали кое-какие элементы. Это смотрится опять-таки убого. Потому что вот не хватает вот здесь вот нормального заборчика. Вот так бабах, бабах, да? И уже, посмотри, да, вид какой хороший получается. И вот так вот. И у нас получилось вот такой вот пирс с зоной отдыха. Дальше мы должны скрафтить костер и установить его. Ровно на центр, вы посмотрите, у нас даже получается вот именно место как под костер. Но учитывая, что текстура немного вылазит, да, у нас с этого фундамента, то, в принципе, это не страшно смотрится. Выглядит, как будто, знаете, дровишки еще подкинули, да? Так, дальше. Мы должны в него закинуть немного деревца. Скажем, вот так вот, да? Чтобы он у нас горел нормально. Зажигаем. Здесь мы должны с вами установить фундамент и написать, что это зона отдыха. Так, мы должны это дело поставить как? Мы должны немножко его подзабагать, чтобы фундамента не было видно. Как нам это сделать? А как нам это сделать? Нам сделать-то надо... Нет, не получится здесь. Вот здесь, где у нас он, чтобы вошел прям... Вот тут дюну песчаную. Вот, наверное, где-то вот так вот. Вот так. И вот так. Замечательно, да? И здесь мы втыкаем пилар. Пилар. Во. Ну, в принципе... Да, согласен. Расстояние довольно-таки большое от нашего места отдыха, да? Но, как бы, и так сгодится. Так, и вешаем, я думаю, маленькую табличку. Не надо там вешать гигантскую. Ну, у нас не получилось маленькой таблички. Так. Где у нас? Вот. Смол. Иди сюда. Потому что такая вот средняя, на самом деле, да? Или очень большая. Не смотреться у нас никак не будет. А что ты такой кривой? Друг. Что-то я не понимаю. Я не так стою как-то или что? Ну, ладно. Вот. Отлично, да? И пишем здесь. Зона отдыха. Конечно, кривовато получилось. Не знаю, почему. Вот. Но факт остается фактом то, что... А, вот. Да, я знаю. Вот. У меня еще что. В идее-то было. Да? Делаем. Вот так. Не, это пилар-то какой-то кривой. Видишь? Он его как-то ставит постоянно. Его надо вот во. С до конца. Надо вот так вот присесть. Во. Вот так вот, да? Вот здесь мы пишем, значит, не стрелять. Не стрелять. А здесь зона отдыха. Зона отдыха. И вот такие вот у нас получаются указатели на то, что как бы человек пришел, да? Если я еще раз повторяю, сюда наложить ПВЕ-зону, то он сможет спокойно здесь мясо себе пожарить и все остальное. Учитывая, что у нас нету всяких скамеек, то, в принципе, можно сундуки вот так вот поставить. Но я не знаю, насколько это у нас будет красиво. Так, вот давай так вот поставим, да? Ну, на самом деле, сундук слишком как бы большой. Ну, хотя, в принципе, жопа-то если вот так вот садится, то если по моему росту... Какой у меня там рост? Ну-ка. Оп. Оп. У меня не получается. Нет, сундук слишком громоздкий для этого дела. Вот, ребятки, мы с вами построили зону отдыха. Это у нас была рубрика строительства и, как бы, я надеюсь, что вам понравится. Сейчас мы посмотрим это дело ночью. Вот наступила ночь, и вы посмотрите, насколько это красиво. Это действительно эпично. А чтобы у нас, скажем так, было видно указатель, да? Сейчас я все сделаю. Чтобы у нас было все это указатели видно ночью, то мы, в принципе, можем поставить лампу здесь. Вот так вот, да? И зажечь ее. Причем ее лучше, наоборот, да, вот как я поставил подальше, чтобы освещение было не такое, что вот засветление прямо, да? А вот именно можно было просчитать. И вот так вот люди у нас приходят и отдыхают здесь, не напрягаясь. Вот так вот, ребятки, на этом все. Я все построил. Но я говорю еще раз, повторяю, не надо вот это вот все грейдить в дерево. То есть, иначе это все будет очень смотреться некрасиво. На этом все. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok